Ищите и гости моего канала. Сегодня это будет второе занятие по звуку Р. Я хочу вам показать, как Алексей будет произносить слова с поставленным звуком Р. Сейчас смотрим занятие. А теперь сам говори. Давай еще. Ближе язык. Ну-ка дай. Ну-ка сам тебе. Язык не отодвигай. А теперь не надо, так себе. ТРА-ВАЙ. Еще раз. ТРА-ВАЙ. Хорошо. А теперь давай следующее слово. ТРА-ВАЙ. ТРА-ВАЙ. А это у нас ТРА-ВАЙ. 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 Ву, хорошо. А это два мальчика. У них что произошло? ТРА-ВАЙ. 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 Почему дрова? Ты уже дрова сказал, а нам надо дра-ка. Вот. А это дракон. Вот Ветя сам скажет дракон. Почему дракон? Дракон. Кон. Еще раз. Дра-ка. Дракон. Еще раз. Дра-дон. Кон. Тебя это сам. Дракон. Кон. Кон. Дра. Кон. Кон. Дра-же. Ж. Трон. 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 Хорошо. Достаточно. Ну вот, вы посмотрели фрагмент занятия Алексея. В этом видео я показала, как постепенно начинаем вводить звук р в речь. После того, как поставили звук р, мы его начали отрабатывать правильное произношение. И начинаем вводить потихонечку в речь. Слова взяли несложные. Трава, трамвай, трап и другие. Пока что еще надо отрабатывать сам звук р. Язычок немножечко отодвинуть ближе к зубкам. Но все равно слова нужно обязательно брать, чтобы ребенок чувствовал, что он уже, звук р, начинает произносить в словах. Звук это очень сложный звук р, но чтобы сформировать фонетико-фономатический слух, ребенок должен много произносить слов. Не обязательно со звуком р, он должен брать все те звуки, которые у него уже поставлены, и он должен произносить как можно больше слов с разными звуками. Ну, конечно, это тоже будут какими-то определенными фрагментами. То есть то мы работаем над звуком р или работаем над звуком л. И вот, наверное, заметили, что когда мы произносили дракон, то ребенок произнес драдон. То есть это идет нарушение фонетико-фономатического слуха. Он не отличает д от т и путает, и поэтому произносит не совсем правильно. Если у ребенка только нарушение звукопроизношения вот этих звуков, естественно, что ребенок произнесет дракон правильно слово. Там немножко другая работа идет, и попроще работать с ребенком, допустим, по звуку р. Мои тоже видео есть на канале «Курс обучения по звуку р». Вот там конкретно идет обучение говорящего ребенка по звуку р. Если у вас есть такая проблема, то можете смотреть мои видео и работать примерно в таком плане. Ну, на этом, пожалуй, я закончу свое занятие. До свидания, до новых встреч и удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!